20 августа 1994 года президент России Борис Ельцин издал указ о дне государственного флага Российской Федерации. С тех пор и отмечаем этот праздник, но история флага началась еще в 19 веке. Его история уходит корнями глубоко века, и появился этот флаг при Петре I, как морской флаг. Флаг стал таковым государственным уже в конце 19 века. 30 лет назад, ровно 22 августа, вот эта традиция российского флага была возрождена, и он стал государственным символом нового российского государства. Это наша славная история, это подвиги наших отцов, дедов и прадедов. И, конечно, он олицетворяет наше светлое будущее, будущее наших детей, будущее Великой Российской Федерации. Этот праздник надо отмечать вместе, вместе с соседями, вместе с коллегами, вместе со всей Россией. В республике праздник отмечался в трех цветах. Красным, на самом деле алым, синим, по закону лазоревым и белым, начиная с 19 августа. И все выходные проходили флешмобы, концерты и различные программы для детей. Равнение на один из главных символов страны. Помимо официального государственного флага, как символ нашей страны, есть еще и герб нашего государства российского, есть гимн Российской Федерации. Вот эти символы, они, на мой взгляд, символизируют патриотизм, любовь к родине, символ нашей независимости, нашего государства. По мнению Алены Аршиновой, государственный флаг – это нечто большее, чем просто символ. Это результат многолетней работы наших предков и олицетворения всех наших побед. Это опыт наших предков, которые строили для нас эту страну, чтобы сегодня мы жили, радовались, рожали детей, создавали семьи, продолжали строить это государство, его приумножать и радовать друг друга. И для нас очень важно, чтобы наша страна была сильной. Когда мы сильны, тогда никто не посмеет прийти с мечом, с оружием на нашу землю. И нам не придется повторять подвиги наших предков. Наш флаг пускай радует нас на международных соревнованиях, на дипломатических переговорах и окрыляет нас, вдохновляет на новые победы. Вадим Уравьев, Екатерина Шевьерова, Павел Иритков. Республика.